Ну это человек, который никогда не избрался. То его туда назначали, сюда, то в университет, то в ГДР, то еще куда-то, то в мэрию. Путин вообще не хотел быть президентом. Путин не хотел категорически, до последнего момента пытался всячески отказаться от этой вот возможности стать президентом России. Он абсолютно не был готов к этому, он до конца в это не верил. И тем не менее, я думаю, он поверил в это, когда шла инаугурация. Даже не выборы и даже не уход Ельцина, а именно в момент инаугурации. Он понял, что он на 4 года, а может быть меньше, должен выполнять роль президента. Я помню, он мне сказал такую фразу, надо работать с тем материалом, который есть. Именно материалом. Это его цитата. То есть это вот прямая цитата, я просто помню это. И мы говорили о том, что если ты хочешь, чтобы страна работала по-новому, если у тебя есть какие-то светлые идеи, если ты хочешь просто хорошего в стране, то просто надо понимать, что нужна свежая кровь, нужны люди, которые как-то оживят этот процесс. Вспомните свою последнюю встречу с Путиным, если не ошибаюсь, она состоялась в Голландии. Была действительно в Амстердаме. Путин мне сказал, слушай, прилетаем в Москву, мы там все вопросы решим. Вот, я не буду там долго, про что мы говорили, было понятно, что он, ну, скажем так, Путин в свойственной манере сделал вид, что он что-то слышал, что есть злые люди, которые меня обижают, он обязательно с ними в ближайшее время разберется, вот как только приедет, он мне даже сказал, я сейчас позвоню там Чайке, Бастрыкину, мы там разберемся, чтобы там не трогали твоих ребят. Вот он любит такие, ну, вы же знаете, у него эта вот манера такая, твоих ребят там не трогали, все будет нормально. В силу того, что я его очень хорошо знаю, для меня очевидно, что это просто ничего не значит и ничего не стоит. Ну и вот, собственно, результатом этой встречи стало возбуждение уголовного дела, объявление в Интерпол и прочие...